Первым в списке это длинномерки. Вы видели это? Это обычные рубашки или футболки, которые длиннее нормы. Ребята, если вы носите длинномерки, то это настолько 2019 год. Лично мне этот тренд никогда не нравился. Потому что рубашка выглядит как платье. Но понять можно. Если парень хочет создать монохромный образ, то это еще можно допустить. Если вы хотите идти в ногу со временем, то можно попробовать. Но тогда вы рискуете купить вещь, которая выйдет из моды и станет нестильной уже через год. Далее в списке это вышивка и стразы. Вышивка и страз прямо на рубашке или на джинсах. Еще в 2001 мы видели, как этот тренд пробовал зацепиться. Он достиг пика в 2005 году. Мы видели много мужской одежды, украшенной всякими блестящими украшениями. Возможно, это неплохо смотрелось, особенно на танцполе. Моей дочке нравился мультик «Шиммер и Шайн». Но вы точно не хотели бы, чтобы к вам обращались как «О, да, это же парень Шиммер и Шайн». Нет, парни, это не то, что нам надо. 20 лет прошло с тех самых пор, когда этот тренд был популярным. Так что, пожалуй, лучше взять всю вашу блестящую одежду и положить поглубже шкаф. Кто знает, может, тренд вернется. Или вы решите поехать в Вегас, и вам надо будет привлекать к себе внимание. Но для большинства этот образ не будет работать. Далее в списке это ремни. Ремни были в ходу уже сотни лет. Они использовались, чтобы держать штаны, или прикрепить оружие, или переносить что-либо. Ремни с этим прекрасно справлялись. Но вот во время Второй мировой произошло что-то интересное. Произошло много стандартизации. Одежда пережила большие изменения, потому что на ней стали экономить. Мужчины перестали носить подтяжки и начали носить ремни, чтобы держать штаны на поясе. Но проблема с ремнями не в том, что они вышли из моды, а в том, что они уже не функциональны. Система застегивания. Между отверстиями по три сантиметра. Это означает, что вы можете регулировать только по три сантиметра. Звучит не очень удобно. И что происходит, когда мы надели пару десятков раз ремень? Он начинает деформироваться вот тут на коже. Так что, парни, однозначно, такая система неэффективна. Наверное, вы меня спросите, Антонио, а что, есть более эффективная система? Друзья, позвольте представить вам компанию Энсон. Уже на протяжении декады я рассказываю об этой компании. Почему? Потому что я обожаю то, что они делают. Они придумали, пожалуй, лучшую систему ремней. Все начинается вот тут, с их системы микронастройки. Посмотрите сами, нет никаких отверстий. Здесь находится шина, которая позволяет делать шаг по полсантиметра. Далее у нас идут спортивные костюмы. Они стали популярными в семидесятых. Затем в восьмидесятых хип-хоп-культура подцепила эту моду. А затем в девяностых много рэперов продолжили тренд. А вот в 2006 кое-что случилось во время Олимпиады. Многие дизайнеры взялись за дело и создали очень много первоклассных спортивных костюмов. И тогда многие подумали, боже, это же костюм, наверное, я могу носить его вместо обычного костюма. Нет, вы не можете. Это разные вещи. Для большинства из нас спортивный костюм не дает никаких преимуществ. Далее идет облегающее. И я говорю про все облегающее. Джинсы, облегающие рубашки, костюмы. Где-то в 2010 мы видели, как этот тренд начался. Дизайнеры создали одежду, которая ложилась прямо по форме тела. Это очень понравилось и в 2011-12 скини джинсы заполонили рынки. Люди тяготели к такой одежде. Интересно, что эта одежда хорошо смотрелась на моделях. Потому что она была сделана для их типа фигуры. И вот о чем я говорю. Облегающее само по себе не вышло из моды, если вы худой. И то же самое с просторной одеждой, если вы крупный парень. Предлагаю совместить эти две темы. Потому что сейчас мы видим, как популярным становятся более крупные размеры и свободная одежда. Поэтому надо помнить, что одежда, которая вам по размеру и хорошо на вас сидит, никогда не выйдет из моды. Поэтому вам может будет полезно заглянуть в зеркало и понять, что пора поработать спортным. И сшить себе одежду, которая будет на вас идеально смотреться. Далее рабочие штаны и рабочие шорты. Первыми появились штаны. В тридцатых годах они появились у британских военных. И после Второй мировой всевозможные вариации начали появляться у различных подразделений. Военные использовали этот дизайн, потому что он функциональный. И затем этот стиль просочился в гражданский мужской гардероб. Думаю ли я, что для этой одежды нет места? Ну нет, если они грамотно сделаны и у них есть свое предназначение, тогда почему бы и нет. Но должны ли быть такие штаны основными вашими штанами? Нет, я так не думаю. Поймите, что они всегда будут обычными штанами. И не важно, насколько вы считаете их формальными. Они по-прежнему остаются casual. Когда дело касается рабочих шорт, то мне кажется, что тут слегка перегнули палку. Особенно с шортами оверсайз в армейском стиле. Они реально не всегда хорошо выглядят на большинстве мужчин. Я бы рекомендовал купить себе пару простых шорта, нерабочих. Ну а если вы их будете использовать по предназначению, тогда вперед. Да, вы можете сказать, что модные тренды появляются и исчезают. Да, так и есть, но мне кажется, что с этими рабочими вещами слишком сильно перегрели рынок. Хорошо, поговорим о торчащем воротнике. Восьмидесятые – это то время, когда они были популярными. И с тех пор они больше никогда не были модными. И в целом та атмосфера, которая от них исходила, это не то, что вы бы хотели показывать. Так что да, торчащие воротники, давайте просто их поправим. Далее у нас туфли с квадратным носком. Это уходит в далекое прошлое, где-то в средневековье. Вот причина, по которой они были популярными, потому что их было просто изготовить. Не надо было делать правый или левый. Вы просто шили пару обуви. Это было так давно, когда вся обувь делалась вручную. Поэтому все должно было быть просто. Вам надо было их быстро сделать, особенно если это был заказ. Если вы их шили для члена семьи, тогда, может, вы еще и повозились бы с ними, чтобы сделать их чуть удобнее. Вы бы делали их закругленными, потому что такой дизайн не так много расходовал материалов, но их было труднее сделать. Ладно, вернемся к нашим туфлям. Мы часто видим, что они появляются и исчезают. Особенно это часто происходит с малоизвестными брендами, которые решают выделиться и сделать туфли с квадратным носком. И да, надо понимать, что квадратный носок это не точеный носок. Это разные вещи. Я бы держался подальше от них. Это знак дешевой обуви. Далее мешковатые штаны. И каждый раз, когда я такое вижу, меня передергивает. Когда кто-то повторяет за знаменитостью, которая надела такие штаны. Они думают, что они похожи на эту знаменитость. Но стоит понимать историю, откуда появились эти штаны. Если вы знаете, тогда пишите в комментариях. Но могу сказать, что это не самая лучшая история, которую должен проходить мужчина. Хорошо, если вы хотите показать средний палец системе и обществу, и быть себе на уме – дело ваше. Но суть в том, что этот тренд не посылает подходящие сообщения для большинства парней. Я не знаю, почему они до сих пор в моде, но они должны исчезнуть. Говоря о том, что уже должно исчезнуть эта майка-алкоголичка. Если взглянуть на историю этой майки, то это была своего рода очень дешевая альтернатива обычной майке. И проблема в том, что она не справляется с той работой, которую должна выполнять. Особенно, когда вы пользуетесь дезодорантом, от которого образуются пятна. Далее давайте поговорим про мужскую гульку. Если вы не согласны со мной, тогда пишите в комментариях. Но я думаю, что это вполне приемлемо. Давайте вернемся на пару тысяч лет назад. В Древней Китай. Почти все мужчины вокруг носили гульки на голове. Если мы взглянем на самураев, те тоже собирали волосы. В любой другой культуре, где мужчины носили длинные волосы и хотели их убрать, чтобы они не мешали в работе или бою, они собирали волосы на затылке и это работало. Правда, когда собираешь волосы на затылке, это может послужить причиной раннего облысения. Далее у нас идет кошелек на цепи. Это пошло от байкеров в 50-х годах. Потому что если посмотреть на их джинсы, то у них были маленькие карманы. Поэтому так было неудобно, кошелек мог выпасть. Поэтому их крепили на цепи. Этому была причина. На сегодня веской причины нет, но кому-то это просто нравится. Потертые джинсы, рваные джинсы, рабочие джинсы. Друзья, культура восьмидесятых, она требует вернуть свои джинсы. Какое видео смотреть дальше? 10 правил стиля, которые надо знать. Вы уже их знаете? Ребята, смотрите это видео.